Приветствую всех, кто присоединился к нашему онлайн-дню открытых дверей. Напоминаю, что мы продолжаем вознакомить с нашим университетом, образовательными программами и перспективами, которые ожидают наших выпускников. На самые популярные вопросы об институте образования ответит его директор Анна Бударина. Анна Олеговна, добрый день. Здравствуйте. Ваш институт уже ежегодно успешно создает такой образ стильного и модного учителя. Это достигается в том числе и мультидисциплинарностью ваших программ. Они такие сложно сочиненные. Расскажите о них подробнее, о вашей богатой такой линейке. Да, вы совершенно правильно отметили, что нам последние 2-3 года удается повышать качество программ именно за счет мультидисциплинарности. То есть, если мы говорим о программах бакалавриата, то самые удачные наши программы это программы именно с двумя профилями подготовки. Например, такая программа, как начальное образование и инклюзивное образование, которые мы запускаем в этом году. Чем она интересна? Тем, что действительно тот учитель начальной школы, который входит в профессию, он разбирается сразу в совершенно сложных хитросплетениях образа ребенка. Насколько школьник может адаптироваться, насколько школьник может идти в ближайшие цели развития. Следующая наша достаточно интересная программа, впервые мы ее тоже в этом году запускаем, это дошкольное образование и логопедическая деятельность. Такие специалисты совершенно точно будут востребованы. Почему? Потому что мы понимаем, что чем раньше у ребенка зафиксировать проблемы в речи, в каких-то произносительных навыках, тем быстрее можно с ними уже справиться и к начальной школе эти проблемы нивелировать. Интересная программа, и, конечно же, она у нас уже третий год популярна, это профильная программа бакалавриата, иностранный язык, английский, иностранный язык, немецкий. В этом году мы расширили линейку и предлагаем уже второй иностранный язык, немецкий, испанский, французский. То есть с каким абитуриенты приходят вторым языком, помимо английского, вот такой мы будем также у них развивать. Мы сейчас с вами говорим об уровне образования бакалавриат, но помимо этого есть еще и магистратура, где тоже можете вы похвастаться и обширной линейкой, и также мультидисциплинарностью, правильно? В магистратуре мы прежде всего сильны сетевыми международными программами. У нас успешно функционирует программа сетевая международная с Белорусским университетом, Государственным педагогическим университетом имени Максима Танка. И это программа, которая называется «Современные практики сопровождения инклюзивного образования». А что дает в конечном итоге непосредственно студенту вот такое сетевое партнерство? Что он получает? Мы должны понимать, что институт инклюзивного образования в университете Максима Танка, он имеет очень широкую линейку специализированных программ в области олигофренопедагогики, проблемами со слухом, со зрением. То есть вот фактически это те специфические профессиональные компетенции, которые и в области специальной педагогики, и в области инклюзивного образования наши магистры смогут развивать за счет этого сотрудничества. А готов ли регион уже принять таких специалистов достаточно узконаправленных? Или мы еще не доросли до этого? Проблема в том, что в нашем регионе никогда не велось подготовки в области специальной педагогики и дефектологического образования. В этом смысле эта программа очень востребована. Хотелось бы подробнее узнать у вас о программе, которая стартовала в прошлом году. Она связана с китайским языком. Это очень перспективное направление. Расскажите о нем подробнее на уровне бакалавриата, правильно? Да. Эта программа у нас запущена в этом году. В следующем году мы будем делать второй запуск программы. Программа двухпрофильного бакалавриата. Иностранный язык английский, иностранный язык китайский. То есть мы предполагаем, что фактически ее выпускники будут понимать 95% населения из Нового Шара. А есть ли партнеры из Китая, чтобы успешно программа функционировала и обучение проводилось? Сейчас наш основной партнер – это ЦИЦКарский университет. Носители языка у нас преподают в рамках этой программы. Но мы планируем существенно расширять наше сетевое партнерство. Институт также тесно сотрудничает с образовательными учреждениями региона. Мы их называем ресурсными центрами. Какая на них возложена функция? Что это дает студентам? У нас действительно сотрудничество ведется в рамках образовательной экосистемы региона. Сейчас наши партнеры, основные наши партнерские организации, ресурсные центры – это 16 образовательных, крупных образовательных учреждений региона. Во-первых, это нам дает подготовку на месте в рамках распределенной педагогической практики. То есть, выпускники не в конце своего обучения попадают в школу, чтобы увидеть, как там и что, и разочароваться или нет. Фактически, они в поле деятельности, начиная с первого курса. Это очень хорошо, потому что и школьники, им очень нравится, что к ним приходят молодые педагоги. И наши студенты, молодые педагоги, они мотивированы, полны сил, готовы заниматься разными видами деятельности. Это и тьютерство, и наставничество. То есть, здесь очень много плюсов. А помимо образовательной деятельности, Ваш институт очень много делает и для ребят развитие их талантов, развлечений и так далее. Вот что именно, чем можете похвастаться? Здесь тоже совершенно наше такое очень правильное понимание, как мне кажется, что мы не только должны развивать знания и умения в области педагогики, хотя это очень важно, специальная психология, возрастная психология, но мы также должны в них развивать в наших обучающихся компетенции будущего. Это критическое мышление, лидерские навыки, это командная работа, креативность, коммуникация. Все то, что фактически им поможет быть очень успешными и конкурентоспособными в любых средах профессиональных. Ну и, наверное, последний заключительный вопрос. Каких абитуриентов Вы ожидаете? Мы ожидаем тех, которые стремятся стать учителем не потому, что это модно сейчас или перспективно, а потому что к этому есть особое желание зов. То есть, вот это те, которые мотивированы в том, чтобы сделать мир лучше. И чтобы это были не просто слова. Анна Олеговна, благодарим Вас за ответы. Вы также можете написать свои вопросы, комментарии к видеотрансляции. Мы в ближайшее время на них ответим.